Доброго обеда! Не могу сегодня не записать мукбанг, потому что слишком много вкусного. Вот у нас котлетки, которые мы с вами ночью готовили. Они из лосятины. Макарошки такие, гнезда, огурчик свежий, грибы. Грибы вареные с майонезом. Мне так нравится, я так делаю. Самое интересное гвоздь нашего мероприятия это... Посмотрите, его ужасно... Тихо, масло мне загорает. Его ужасно много. Я выложу на тарелочку, чтобы было все видно. Блин, огурцы посыпались. Выложу на тарелочку. Это все! Это паутинник фиолетовый. Краснокнижный гриб, абсолютно фиолетовый, абсолютно съедобный. Я его просто поджарила, и он такой черный был уже изначально, потому что он темно-фиолетовый, и даже уже не видно. Ладно, пробуем. Горю прям желанием. Вкус грибной, как вот грибы, знаете, эти... Ну, самый обыкновенный, под осиникой, под березовиками, но присутствует... Вдалеке присутствует что-то от рядовки. Вот такой вот, или от опят. От опят, да, вот какой-то вот такой вот привкус. То есть, отличается другой, не такой, как все грибы, и грибной обыкновенный вкус красноголовика, и вот этой вот опятки что-то есть. Язык не фиолетовый, не, повезло. Теперь главное выжить. Так, дальше у нас котлетки из лосятинки, да что ж такое-то. Кот что-то прошмыгнул. Вот они, вот такие. Это дикое мясо. Говорят, походу, что-то есть от говядины, но говядина все равно, она молочная, домашняя, животная. Животная, не говядина, а животное корово. А у лося присутствует такой вот еловый привкус, дикий. Вот что-то вот такое вот имеется. Сравнить абсолютно с коровой невозможно. Очень вкусно, очень интересно. Интересно. Обед у меня сегодня интересный. Грибочки еще. Тут под одним мукбанком, последним, что я записывала, борщу мама грызла и кость, девушку прорвало. Есть на камеру некрасивое. Больше всего мне понравились аргументы. Вы растолстеете, если будете кушать на камеру. Я не поняла, а если я кушаю без камеры, я не растолстею, что ли, я кушаю, как кушаю. Все равно больше того, что я ем, в меня не влезет. Каким образом камера на это вот влияет. Мы с вами делали опрос по поводу мукбанков, нужны они или нет. Вы сказали, да, я вижу по просмотрам. Смотрят люди, смотрят, когда кушают, видать, мы общаемся, так интересно. А Ольга Щербинина написала не так давно девушка. Говорит, я смотрела ваши мукбанки уже полгода, и вы меня излечили от анорексии. Девчонка сидела, с Ольгой хорошо общалась. Вот она ее смотрела, прониклась. Эта девушка, Оля стала для нее родная, она стала вместе с ней кушать, кушать, и в итоге анорексия ушла. Вот в чем смысл мукбанков, мне кажется. Чтобы людям было с кем поесть, наверное. Одна девушка мне писала, что у нее уже все внуки, дети живут далеко, и ей дома скучно. И она смотрит мукбанки, да, говорит, сяду, одна покушаю. Сижу, кушаю, девчонок смотрю, как вот они кушают, едят, разговаривают. И мне сразу теплее на душе. Поэтому в мукбанках есть смысл глубокий, оказывается, не просто так. Вот, и дальше это женщина, которая там комментировала неподобающим образом, припела и маму, и папу, и домовой книги, и мама будет вами стыдиться. Как вы думаете, каково я это? Что дочь есть на камеру, короче, такой вообще бред. Такие тараканы у человека в голове, я не поняла ее. Оно так зависит от мнения людей. Настолько, что меня будут высмеивать. Меня будут высмеивать в моем поселке. Да мне не до лампочки. Кто меня будет высмеивать в моем поселке? Я давно... У нас маленький поселок городского типа. Тут все друг друга знают. Все друг другу все приписывают. То есть в одном конце, да, чихну, в другом скажут, что-нибудь произошло другое. Тут все друг друга знают. И это очень сильно влияет на психологические, да, на развитие некоторых вот людей, на мышление. Что думают, ой, в чем пойду? Куда я пойду? Что я сделаю? Чихну или ликну или еще что-то? Вот такое вот все. Люди не могут жить полноценной жизнью. Личин все равно. Вот что обо мне скажут соседи по лестничной клетке? Я детей не ем. Я не плююсь, не хоркаюсь. Я ничего такого не делаю противозаконного и неэстетичного, чтобы обо мне что-то плохое подумали. Я сижу, ем на камеру с вами вместе. Мне с вами интересно. Нам с вами не свиньёк лёба. Сейчас я сидела одна ела. Вот интересно очень сидеть в одном. В телефоне бы ковырялась. Да, я сидела бы в телефоне, ковырялась, потому что у меня обед так, а обед у Димы позже, через час он придет. А здесь вроде как и со зрителями своими общаюсь в такой форме. И вот это вот ещё. Вы должны соответствовать там кому-то, допустим, да? Привела пример Ирину Костылёву. Иришка Клёва, я обожаю её. То есть я должна ещё кому-то соответствовать. До кого-то дотянуться. Что-то так. А я могу быть собой? Вот я вот такая. Я хочу быть вот такой собой. Мне это интересно. Мне интересно быть похожим там на кого-либо. Букбанг – это как течение какое-то модное что-то, да? Расскажу, что будет сегодня в пятницу. Мы уезжаем. В пятницу сегодня рассказываю. Едем мы на избу, на лесную, на Таёжную. Изба большая. Раз, два, на три места. Печка есть. Стол есть. Веранда есть. Есть ещё старая избушка рядом, карельская такая, землянка. Я всё запишу, вам покажу. Место для Костровища. Озеро красивое, богатое. Со мной едет... Я всех везу, да? Мы едем вместе с мужем, с сыном, с собакой. Если под этим видео вы напишите, если я действительно успею прочитать, вы откомментируете, что вы хотели бы ещё поснимать. Да, я хочу весь быт записать. Приезжаем, что делаем, как располагаемся, что готовим, как рыбачим, рыбалку. Сетки будем ставить, кстати. Поставим сетки, наловим рыбу, почистим рыбу. Засолим. Вот такое вот всё будет. Муж хочет... Я хочу поймать рыбу, чтобы посолить. И посушить, когда чего холодного копчения сделать на зиму. Холодного копчения. Хорошо. Мужики пиво берут в баню с собой. Отлично. Я сейчас же затребаю вот такую рыбку. Что-то я уже наелась. И как есть на камеру, чтобы растолстеть, когда больше в тебя не влезает. Чем положено. Блин, так хочу, чтобы вы всё попробовали. Так вкусно. Вот. Это не курица, да? Обычно, как привыкли, там курица с салатиком, с рисом, картошечка. Не, другое. Это прям другое мясо. Восячина. Спросите, жалко ли лося или нет. Жалко. Но не так сильно, как, допустим, жалко мне. Того, кого я вот ращу, допустим. Были у нас поросята. Папа их резал. Мы вот едем поросёнка маленькая. Помню, что папа. Я же хищница по натуре. Папа пойдёт, его поросёнка в ухо застрелит. Не резали, а в ухо стреляли. И я потом смотрю, он всё опаливает, скрывается. И я никуда не уходила. Я всё это смотрела. Я изучала, думала, как это всё происходит. Где слабые места. Вот такое, да? Потому что мне это надо знать. Мне надо идти в лес. Я должна этому научиться. Вот это вот мне было интересно. И сейчас, если что-то где-то, я спокойно разделаю там птицу и ещё что-то. Ну, одно-но. Вот этот поросёнок, я с ним бегала, я его гладила, я его кормила, я его поила, я его любила. И когда его приходили вот так вот, вот тут мне было жалко. Мне реально жалко того, кого я приручила, чтобы его вот зарезать и взять с него еду. Поэтому последнего поросёнка, который он застрелил, он долго жил, два года уже. Два года папа с ним уже за копыта общался или что у них там, ноги. За ногу, блин, здоровался. Поросёнок уже большой, потом в итоге, ну уже сколько можно держать его? Два года зарубили. Съели. Это было давно-давно. Мы ещё, я ещё в школу ходила в первый класс, наверное, во второй, да. Больше мы поросят с того времени не держали, потому что жалко. Папа плакал, я плакала, всё плакаю. Курочки у нас живут. Курочки все своей смерти помирают или там, если уж совсем плохо-плохо. Голову с плечи. В утиль. Собакам там или ещё кому-нибудь. А так, не, курочек мы не держим ради мяса. Вот этих кроликов никого ради мяса не держим, нам жалко. А что касается в лесу, то есть то, что я не приручила, то, что бегает от меня, убегает, хочет свято закрыться, вот это мне интересно добыть. Даже мышь в ведро, когда попадает на участки, там вот залезает, мышка в пшеницу или в какой-нибудь куреный залезает. Я смотрю на неё, мне её не хочется, я её отпускаю, потому что так неинтересно уже догнать, поймать. Вот это вот интересно. И вот то же самое с птицами и другими зворами. Интересно добыть. Мне интересно вырастить и убить, мне жалко. Я привязываюсь. Вот такие дела. Жалость присутствует, а в лесу все равны. И у кого чего больше, там, допустим, у медведя когти, зубы, у лося, там копыта, ещё что-то, рога, у оленя рога, а у тебя, у человека ум, разум. Вот этим надо пользоваться, чтобы, допустим, дать что-то добыть. Ну, лицензию на лося уже давным-давно, да давным-давно, никогда не покупали, никогда не брали, потому что днём с огнём этих лицензий не сыщешь и ещё непонятно не добылся. То есть проще вот взять и купить кого-нибудь, кто уже добыл, а кому лицензия есть, кто добыл, мы так покупаем. Или есть магазинчик там в этом, на севере едешь, там точно есть красная рыба, там была лосятина и под Петрозаводском тоже есть, продают аллину, лосятину, можно купить спокойно. Есть у нас общая линия фирма, можно там купить и шкуру, и мясо, и всё, что хочешь. Вот так, да. Вот сейчас охота откроется, будем на птичьих, брат, лицензию покажу, как она выглядит. Ой, хорошо с вами наелась. Надеюсь, истории были интересные. Очень хочу вам показать эту избу. Что будет, хочу, чтобы была связь. Спасибо большое за компанию. С вами интересно. Вспомнила, рассказала всё. До новых встреч.